Анна Катарина Вестли В нашей семье есть традиция, когда я читаю перед сном своим детям. И мы уже прочитали довольно много книг, их трудно чем-то удивить. Но вот книга, о которой я хочу сегодня рассказать, она не просто их удивила, а вызвала такой восторг эмоций. Потому что только героев здесь 8 человек, 8 детей. У них есть мама, папа, бабушка и целый грузовик, который кормит всю семью. Книга состоит из нескольких глав. Каждая глава заканчивается так, что хочется прочитать следующую. И когда я заканчивала читать одну главу, мои дети говорили, а что дальше, а что дальше будет потом с ними происходить. У моих детей есть любимый момент, когда ребята находят собаку, знакомятся с собакой. Казалось бы, большая семья, но что еще не хватает? Однокомнатная квартира, где вместо кровати матрасы, которые они складывают по утрам, собирают эти матрасы в кучу и кладут их в угол. Но у детей, как я уже говорила, богатая фантазия, веселая жизнь. Они с оптимизмом относятся к любой ситуации. Например, к ситуации, когда они встречают ту самую собачку. Они даже не знают, как ее зовут на самом деле. И как потом оказывается, у этой собаки уже есть хозяйка. Но глядя на заботу детей, на отношения к четвероногим друзьям, эта женщина решает собаку подарить детям. И неожиданно совсем у этой собачки появляется имя самоварная труба, которое тоже придумывают сами дети. Но так как у нее уже было имя Ганнибал, то они решают, что Ганнибал это будет все-таки имя, а самоварная труба это будет фамилия. Это небогатая семья и работает только папа. Но удивляет и детей, и даже взрослых то, как они могут вместе собраться и проходить все испытания, какие-то невзгоды. Вот радуются дети такому неистекаемому оптимизму. Хотя книга, конечно, учит детей труду, учит слушать маму, папу и даже учит взаимоотношения родителей и детей. Поэтому всем обязательно советую. Если у кого-то тоже есть такая традиция читать детям перед сном, то обязательно включите эту книгу в этот перечень. А если нет такой традиции, то нужно обязательно ее заводить. И следует начать, конечно, с книги Анна Катарина Вестли. Это норвежская писательница, которая с любовью к своим героям дарит любовь своим читателям. Прошло несколько дней, но о грузовике не было ни слуху, ни духу. Наконец, даже по радио объявили, чтобы все люди в стране знали, что пропал небольшой зеленый грузовик. В эти дни дети были очень тихими и послушными. Они все время думали о грузовике и очень его жалели. По вечерам они долго шептались, лежа на матрасах. Больше всего говорил Мартин. «Завтра день получки, а папа ничего не получит. Давайте пойдем завтра искать грузовик. Без малышей, конечно, только Марен, Марта и я». «А можно мы с тобой тоже пойдем с вами? Ведь мы уже не малыши», – спросил Мац. «Нет, не пойдем, очень далеко. Мы будем ходить весь день, пока не найдем», – ответил Мартин. «Пускай», – шепнул Мац Моне. «Завтра, когда они уйдут, мы тоже улюзнем и пойдем искать без них». «Ладно, как ты ловко придумал», – обрадовалась Мона. Скоро они уснули, но город еще не спал, и по улицам проносились машины, легковые автомобили, автобусы и много-много зеленых грузовиков. Папа, мама, бабушка, восемь детей и грузовик. Анна Катарина Вестли. Рекомендую. Рекомендую.